Хорошо, и мнений должно быть очень много, и партий должно быть много. Другое дело, то, что когда, понимаете, идет война на Украине, и мы вообще в кольце, в огневом, да, непонятно, что с нами будет выходить к Кремлю и митинговать, вот это я считаю преступлением. Преступлением, я вот иногда думаю, знаете, вот стоят там что-то, орут, кричат, митинги, вопли, крики, долой там правительство, это бред собачий, потому что вы попробуйте сами что-то в этой жизни сделать, вы попробуйте нести ту степень ответственности, которую несет там лидер государства, вы только попробуйте. Ведь большинство из них, это, знаете, это люди, которые занимаются болтологией, то есть они реально в жизни ничего не производят, ничего не делают, да. Я считаю, что это преступление вот на сегодняшний момент провоцировать в обществе вот всевозможные конфликтные ситуации, потому что я, например, не хочу, чтобы в Москве была такая же ситуация, как в Донецке, я не хочу ни для себя, ни для своих детей, потому что 20-миллионный город — это неуправляемая стихия, 20 миллионов — это, не знаю, там, 5 Арабских Эмиратов. Я не хочу этого, и не хочет ни один нормальный человек, а есть люди, которые сознательно провоцируют эту ситуацию. Вы можете высказывать свое мнение, вы можете спорить, вы можете дискутировать там на центральных каналах телевидения, и то дискутировать, наверное, все-таки не в хамской форме, как у нас позволяют очень многие политики, да, а все-таки в форме вежливой, и не надо забывать, что вы цивилизованные люди, потому что иногда, когда смотришь эти дебаты, ну, просто застрелиться хочется, понимаете, такое ощущение, что воспитание и образование просто отсутствуют у этих людей. Поэтому я считаю, что это хорошо иметь альтернативное мнение, но создавать сейчас какую-то, понимаете, особую обстановку в обществе, я считаю, это преступление на данный момент. Продолжение следует...